Предложена лекция, связанная с важнейшей задачей педагогики, пониманием. И я думаю, что это имеет значение, в отличие от утренних наших лекций, более практическое. Утренние лекции имеют больше практического значения. По отношению к самой работе нашей школы, но специально об этом докладчик скажет и объявит. Матушка Марина, пожалуйста. Директно там и чрезвычай, наш говорник Марина. Извали. Мне хотелось бы начать с того, как я понимаю замысел нашей академии. То есть анализируя программу, я понимаю, что выделены некоторые области, которые являются как бы вызовом по отношению к христианскому отношению. У нас были лекции, которые касались философии, истории, политики, антропологии и искусства. И фактически включены две практические сферы. Это сфера медицины или психотерапии. И сфера образования. И мне кажется, что это не случайно, потому что врач и учитель, фактически это два типа служения, которые максимально выражают христианское мировоззрение. И это не случайно, но лекарь и учитель, это два типа, которые изражают христианский смысл жизни. Поэтому мне хочется немножко представить вам опыт построения системы образования или практики образования, которая пытается строить свою работу с учетом некоторых типов христианского мировоззрения. Разработки в области образования и вообще гуманитарной сферы отстают от проектов и конструктивных разработок в сфере техногенных систем. Потому что технические системы уже... То есть там понятно, какого типа позиции нужно соединять. То есть в технической системе ясно, какая позиция требует, да се соединюю, да се спаю. Какие типы знания требуют соорганизации? Кое врасте знания требует, да буду у коррелации. То есть достаточно развитой является и конструкторская деятельность, и проектная деятельность, и технология отрабатываются. Достаточно развито и рад конструктора, и техничера, и те технологии се легко разраđивают. По отношению к гуманитарной сфере это все не настолько разработано? Прямо к гуманитарной сфере, к дружескальной сфере, то не тако разраđено. До сих пор философия образования, уже не говоря о педагогике. За саде, ёш уэк философия образования, а не, да не кажемо, педагогия. Понимают образовательный процесс по типу перекачки материала из книги. Профилософия образования на начин преподавателя, знания из книги. Или сознание преподавателя, как у школового ученика. Сознание предавача у главы ученика. И это приводит к тому, что фактически материал и содержание не различают. Кроме того, вся современная педагогика построена на допущении, что ребенок усваивает именно то, чему учит педагог. Хотя все современные исследования и практики формирующих экспериментов показывают, что ребенок учится совсем не тому, что педагог закладывает в процесс обучения. Кроме того, все современные, достаточно серьезные исследования связаны с психологией образования. Осим того, все озберные исследования связаны с психологией образования. Базовы рассматривают учебную деятельность. Рассматривают процесс учения. Именно учебную деятельность. Да, и сисера, значит, скажем, секунду, да парафразируем, то не процесс, но само учение. Окей, само учение. Сдвиг произошел после того, как в конце 70-х годов... То померание настало, когда после 70-х годов... Была выпущена книжка Георгием Петровичем Щедровецким, которая называется «Педагогика и логика». Когда Георгий Федорович Щедровецкий написал книгу «Педагогия и логика». Который вел единицей, базовой единицей рассматривания образовательного процесса не учебную деятельность, а ситуацию учения и обучения. Который е, као основ, као поем, као единицу, увео не учение, не учебную деятельность, а ситуацию учения и обучения. То есть, что это может показать? Что есть учитель, который строит некоторую работу? Что можно из того видеть? Постой учитель, который изградует одну врасту рада? Есть ученик, который в этой ситуации тоже осуществляет некоторую работу. Кои в той ситуации и что врши одну врасту рада? Учитель может организовывать эту ситуацию работы ученика. Но и ученик, задавая некоторые вопросы, может организовывать работу учителя. То есть, что добавляется? Мы можем видеть некоторое спонтанное свободное движение ученика в процессах его рефлексии и понимания. Мы можем видеть некоторое спонтанное работе ученика в процессе рефлексии, то есть отражавания работа, относительно процесса учения. Поэтому, для того, чтобы организовать образовательную ситуацию... Зато да би се организовала една ситуация учения или ситуация образования... Педагог должен понимать, что происходит с ребенком, что именно и как он понимает, и что именно и как он осознает. Педагог должен понимать, что происходит с ребенком, что он понимает, и что он принимает знания. Причем, в процессах рефлексии и понимания невозможно жестко determинировать то, что происходит. Рефлексия и понимание — это максимально свободные процессы? Рефлексия и понимание — это максимально свободный процесс. Которым невозможно manipулировать? Можно manipулировать непониманием. Но пониманием manipulation невозможно. Но заставить ему понимание что-то определенное невозможно. Это та область, в которой человек абсолютно свободен. Для него понимание может произойти или не произойти? Еще я хотела бы сказать немножко о понятии содержания. Еще хотела бы сказать о понятии содержания. Чем оно отличается от материала? Поем содержания отличается от понятия материала. То есть термин содержания имеет представку со? Термин содержания имеет префикс со. Это означает, что содержание это то, что удерживается совместно? Это означает, что содержание, то есть имя префикс со, что то, что се держит, заправо та речь рассланивает на два дела, со и держать, потому что это держит взаимно, взаимно, с држанием. Это не значит, что участники этого одинаково держат то, что между ними происходит? То не значит, что участники этого одинаково держат то, что между ними происходит. Но должно быть нечто, что их соединяет. То есть некоторая форма, которая удерживает их совместность в этой ситуации учения и обучения? Если говорить о православном образовании, то существует как бы два возможных пути? То есть мы можем превратить все то, что касается христианская жизнь и учения в некоторый материал? И рассказать это, как бы помешать это в голову учеников? А можем организовать ситуацию таким образом, чтобы они пережили некоторый опыт? А можем организовать ситуацию на такой способ, чтобы они переживали некое искусство? Имеющие отношение к этим формам жизни и к этому содержанию? А если мы говорим о содержании, то мне кажется, что это топот и метод отношения вот к такой общности. Ако говорим о содержании, я думаю, что это искусство имеет отношение с этим соединением, с этим взаимностью. То есть если мы правильно выстраиваем ситуацию учения и обучения, то есть процесс обучения, и есть вот эта форма, которая позволяет совместно удерживать некое содержание? И постой та форма, которая позволяет, что с взаимно с заимношим снагами, задерживать твой содержание, односно, преносить твой содержание. Такая форма общности и сообщения. Да, значит, настоит облик взаимного делования. При этом я хочу особо подчеркнуть, что не имеется в виду тождественность. То есть общность это когда два или больше человек не то же самое имеют. Они имеют, может быть, свое, но по отношению к чему-то, что является общим для всех. С тем что хочу да нагласим, да та заедница не е изъеднащавање. Те две особи у той уземной коррелацији нису изъеднащене, ведь имају сваку по свој део того у чему они участвую. Без процесса понимания не е возможно организовать эту ситуацию? Без процесса разумеја не е могуще организовать таку ситуацию. Но дальше все, весь вопрос возникает в том, что происходит вот с этим, в результате свободного отношения и свободного понимания, в результате которого появляется смысл, весь вопрос, что с этим происходит дальше? Следеће питање је заправо шта се догађа с этим процессом обучавање, у коме се полако, декле, добија некий смисел, добија некое сознание. Поэтому я предлагаю, чтобы это было понятно, рассмотреть ситуацию нашей академии как образовательную ситуацию. Поэтому у меня такой вопрос к вам. Как вы считаете, что в этой ситуации можна понимать? Како вы схватате, что в этой ситуации може да се схвати? Вот если рассмотреть нашу академию, мы прожили здесь больше недели. Били више от неделю дана. Много чего происходило. Много что, что-то се догађало. И если вот этот отрезок времени со всем, что там происходило, и как овој део времена со всем тем, что се дешавало, ако разматримо как процесс образовање или ситуацију образовање, как вы считаете, что в ней происходило с точки зрения образовање? Что се то догађало с гладишта образовање? Да. Да. А. Когда происходило то, с чем начиналось ваше сообщение, перегачивание какого-то материала... ...заправо догађало се како то што сте рекли, то било је овој прегачивање некого материала из једног суда у други. Не би се сложила с овим коментаром, то што су били не само информацијони лекције, него су били нешто што било осмишљено. Јако интересантно да су они из разлићитих областей, и сасвим разлићите, и мислим да је главни задатак ученика у тој ситуацији, да то све повеђу једну слику, и да схвате зашто су били тако разлићите лекцији, на што су они заправо усмерени. Из христијанства, из историје дизайна, и ето, све то заједно спојити у једно сознање. И в том, получилось это или нет? Питане је у томе да ли то било успешно или не, да ли се успело у том или не. Ми још нисме завршили. Но вот на этой точке, где мы сейчас стоим. Али овој тачке де сад стоима, да. Дали за хоп. На овој тачке де сад стоима. Ну поскольку эта ситуација не совсем образователна, вот с је минуту, поэтому... Не је овој тројутку баш сасим образовна. Зато нешто се интуитивно пројавље, како још увек тая дим, тая звук брода, али још увек нам је приближно јасно. А очакуемо да је бити потпуно јасно. Дали Боже. Ну, вот смотрите, в образовательной ситуације всегда происходят движение не только ученика, но и того, кто стоит в позиции преподавача. Паэтому... Зато... Ситуацији може схватити. Если просто слушать все, что здесь происходит, это тогда... Одно ухов летает, другое вылетает. Либо мы что-то запоминаем и можем воспроизвести просто по памяти. Исто само по памћињу. Но памћ это не то, что определјает. Али памћиње, то ние одређујућа. И создајот некотору общность. У нас одинакове воспоминание. Кроме одинаковых воспоминаний у нас ничего общего нет. И осим тих воспоминаний немамо ништо заједничко. Эти воспоминания могут витисниться другими, и те воспоминания могут да замене своје место другим, следећим, следећим воспоминаниям. И ми можемо потпуно да изгубимо оно што нас е везивало. Ище раз, ище раз, ище раз. У нас изменили представление в области антропологии. Променили смо своје позиции в области антропологии. Садима во више сознание за антропологию. Садима во више сознание за антропологию. За сада можемо да преприћамо оно што се нам исприћали о антропологии. Удоставерить што штото изменилось ми пока не можемо. Да докажемо да се нешто изменило ми за сада не можемо. Да, мази. Хочела сам да кажем да сваки је вамо дошало са својим унутрошним питањима. И сваки на свој начин. И сваку ме на свој начин та или други лектор одговорио на та питања које су они имали. Да, да, да. Каждаја лекција не прошла даром. Ни једна лекција не прошла без веза. Можда нешто нисмо све усвојили, али на нека питање из тих сферах из којих су биле лекција били су дати неки одговори. Да, 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 правилно што просто штото принјати и потом смоћи Да, наравно јасно је да нешто прихватити, а после то поновити да из тога нема посебне користи. Али, рецимо, то да нам те лекција дали некое искусство, мислим да је то вредно и да није прошло без веза. Ну, давайте тогда я все-таки скажу вот те слоје, по којим можна понимать то што здесь происходит. По којима можемо да схватимо што се оде дешава. То есть самый простой слој, это безусловно, на каждый отдельный доклад это есть текст на некатрую тему. Најосновнији слој свака лекција то је заправо текст на неку тему. Можна понимать этот текст. Можемо да схватимо тей текст. То есть не только слушать его. Не само да га слушамо, већ и да га схватамо. Но и понимать. То есть результатом будят выделение некатрого предмета. Заправо результат ће бити издвање неког предмета, неког сознания. Я вам говорила о чём именно был текст. И што об этом предмете сообщило? И што се на ту тему рекло или сообщило? Не совсем тема, а именно предмет. То есть предмет и содержание. Кроме отдельного текста была система текстов. То есть много разных текстов. Освим одвојного текста было и система текста. То есть много различных текстов. Можна понимать почему такие тексти. Можемо да схватамо зашто су били такви текстови. Какой был замысел, который позволил построить вот такую... Набор текста. Какой бил замысел, које у ствари учинило да се изгради таква листа текста. То как я увидела этот замысел, я сказала в начале лекциј. То как я увидела ту замысел, рекла сам на почетку лекција. То есть были взяти несколько разных областей. Били су взяти неколико различных грани. И по отношению к ним они рассматривались как некоторый вызов. И они су се согледавали како некий изазов. По отношению к которым высказывалось некое видение из христианское позиции. Или позиции верующего человека. Значит, следущий слој. Кога можна ситуацију рассматривать как текст? Кога можемо ситуацију да согледамо како текст. Ну, например, вот то что вчера вечером, когда я вам пыталась некатрым рассказать. Как я вижу ситуацију? Како я видим ситуацију? Есть совершенно две разные части. Да, постоје сасвим два различите дела. Одна часть это то, что связано со службой в храме и литургии. И нашим посещением монастырей и опыт, который мы переживаем. И нашим посетом монастыра и искусство, кое доживляемо. В прикосновении к святыням. У нашим додиру со святыням. И то, что происходит вот в части академии лекционной. И то, что се деша в овом академском делу, у ствари, у овим лекцијама. И если это рассматривать как текст, то получается, что эти две части никак не связаны. То можем да кажемо да та два дела никак не связаны една за другу. Значит, следующий слой, который можно понимать в происходящем. Следующий слой, којим можем да схватамо у овом, что се дешава. Это уже не ситуация как текст. То већ не ситуация как текст. А текст и в ситуации. А текст у ситуации. Это означает, что текст, который произносит лектор, или те реплики, которые происходят в обсуждении и ответы на эти реплики. Демонстрируют или проявляют некоторую позицию. Позицию человека. Позицию человека. И в нашей ситуации было проявлено как минимум две позиции. И в нашей ситуации су се показали как минимум две позиции. Ну, я не знаю, стоит их описать? Не знаю, вреди ли их описать? То есть это немножко как бы выходит за рамки того, что я рассказываю. Но это понимание текста в ситуации. То есть мы понимаем ситуацию. Текста у ситуации. Односно, ми схватамо ситуацию. Как презентацию позиций людей по отношению к некоторым предметам, проблемам. И если дальше разворачивать образовательную задачу. И как дальше будем раскрывать задаток учения, задаток образования. Поскольку эти позиции противоречивые и сталкиваются. После того, что те позиции сударяю и противоречие на другой. Образовательная ситуация может выходить либо в деятельностный план. Когда человеку требуется самоидентификация. То есть ответить на вопрос с кем я. Ситуация образования может улазить в делатный план. Когда уже поставить вопрос самоидентификации. Либо в процесс самоопределения. Когда человек говорит в чем его может быть активное действие. Или ради чего он должен вступить в эту ситуацию. Или ради чего он не может не вступить в эту ситуацию. И последний слой. И последний слой. Который мне кажется тоже очень важен. Это... То есть понятный текст. Который сказал некоторый человек. А через понимание текста понять человека. А через схватание текста схватывает человека. Ну вот эти четыре слоя, которые... И на основании того, что мне удалось понять, естественно... И на основании того, что мне удалось понять... И как бы замысел того, что может организовать общую жизнь. И только... И только... И только... И только... В этом зале. Но и... Ну в хорошем смысле слова... Удобно смысле слова... Удобно смысл речь... Ого и бил... Провокационный доклад. То есть... Провокационный... Провокационный лизико. Коя... 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 Это... Я считаю, что... Самое важное все-таки было... На важнее было да... Развернуть... Па-литору отношений... Да, потому что через это, собственно, и поиграются, и их задачи с которыми они приехали, и их задачи с которыми они пришли. Давайте вам немного поговорим на эту тему. Если можно, я бы чуть-чуть начинал. Да, спасибо. Мне хочется сказать, что... Тебе да скажем, да... Докладе Мати и Марины... Да у этой лекции Мати и Марины... ...била для меня самая важная и самая болезненная. Это вопрос о православном образовании. ...коим же мне важнее и наиболее. Это вопрос о православном образовании. Последние два-три года... Последние две-три года... Я получал приглашение участвовать в конференции Краковские встречи по русской философии. И видел сам на конференции Краковские встречи по русской философии. И видел сам, да... По контрасту у России и Польши... Из контраста Руси и Польши... Из контраста Руси и Польши... Коммунистическая полоса была... А за нас действительно был момент полного отсутствия всякого религиозного образования. Хотя религиозная жизнь оставалась... И поэтому 25-30 лет назад... Когда наступила религиозная свобода... Вопрос о религиозном образовании... Я началась с чистого листа. То есть не было ни чего... И нища не осталось. Требело все начать с почетка. И мы являемся участниками активного... Великого проекта Религиозного образования. И, на жалосте, смо... Принуждены да... Да... Констатуемо да... На чудо начин... Система религиозного образования... Кака наше свечинае скраковце... Као што она сада... Починје да... Да се формира... Уместо да се останја... На собственни... 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 Собственни о чоловеке... Осланце... Основе... На представу о човеку... Као што је светоотачка антропология... Која је в педагогическом смисле... Невероятно продуктивна... Уместо этого... Уместо этого... Начинају заимствовать... Старе методике... Ну, советске какие-то... Советске методике... Просто... Подменяја... Как это сделано в нашем гимне... Радићи... Радићи замену... Као што је то урађено... У нашој химни... Уместо речи о коммунизму... Са стави Бог... А пева се једна иста песма... И это, скажем, с курсом основе религиозных культур... И то је са курсом основе религиозных культур или основе православље... То се заправо и дешава... Раскази про православље... Када прића о православље... Считаюца... О православље... Самим православље... А када се прића о православље... Заправо сматрају самим православљем... И это как раз и јест подмена... И то је управо и јесте замена предмета и садржаја неким материјалом... И може би би относителјно историји и литература это неплохо... И може да, што се тиће историји и литература, то је ние лошо... Это какие-то дополнительные факультативные вещи важны... Но чем боле существенные вещи берутся из церковного предања... То се више значајне ствари... Узимаје из церковного предања и убацује у школу... Тим све горе и горе испада... Ијам у виду што... У центру наше предања је светост... Из агеологије... Узимаје се... Жития светице... Као тексти који... Тексти који деце требају да науче и да преприћају. И вот на этом примере... На том примеру се види... Да... Основни проблем... Отсутствие дидактики... Отсутствие... Отсутствие... Отсутствие дидактики... Отсутствие... 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 Отсутствие катастрофа... Ясно, что если человек выучил и предсказал, что это световое, это его вообще никаким образом не делает световое. И, конечно, замысел наше относительно этой школы, он был связан с вопросом religиозного воспитания. То есть отношение, который каждый из нас имеет к Богу, и те изменения, которые за эти две недели могут произойти, за счет сочетания этих двух вещей, которые сказано, предоставление световое, поклонение, паломничество, и всех этих огромных информационных информаций и информационных податков, которые мы получаем. Тема представлена, как названа, так и представлена. Церковь и современный мир. Тема представлена прямо так, как и названа. Церковь и современный свет. И здесь, конечно, главный путь – это удостовериться. И здесь, конечно, главный пункт, это гласно, что-то, что-то подождает, что-то, 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 сохранено. И что-то, что-то, сохранено. У этом плане я очень признателен за высказанное решение, и думаю, что оставшиеся дни мы попробуем использовать именно с такой целью, с такой целью, с такой целью, потому что, если этого не сделать, то сегодняшний инцидент, для меня как организатора, когда часть нашей группы покинула собрание и отправилась на экскурсию самостоятельно, он может получить распространение. Это вопрос для организаторов и для педагогов? Это общий вопрос, это вопрос о том, о чем именно, в жизни делах, в отношениях, в отношениях, в понятиях, в познаниях, в познаниях, в познаниях реализует вера. Чтобы наше присутствие здесь не было христианским номинально. Ну или как сказал один из участников группы, один из студентов, мы действительно уехали немного другими, чем приехали. Но это требует специального усилия, это не произойдет, это не произойдет, это не произойдет, не произойдет природным путем. Может быть есть еще какие-то комментарии? Да, у меня есть комментарии. У меня есть комментарии. Я хотел бы поблагодарить Марину Владиславну за лекцию. Он подогнал очень активное вопрос, потому что сейчас мы находимся на поле. Что мы здесь учим и как мы происходим, как мы происходим, как мы происходим. Я вас попросу, простите, пожалуйста, простите, пожалуйста, чуть-чуть медленнее я не могу вас привести. Как говорится, первое, первое, что знание ученика сейчас ограничено знанием учительства. Ученик не учится самостоятельно. Это в идеальной ситуации. И это в идеальной ситуации, когда все знания, которые предоставят ученик, может принимать ученик. Но это возможно только если... Но это возможно только если... Либо материал очень простой, Либо материал очень простой, Либо тема, которая преподается, или тема, которая с предоставится, что в некоторое на некий начином ученик? То есть... То есть... Теменами у него есть некоторый бэгрэнд... Да, а когда говорим о том... Ученик... Ученик вещество у него есть некий бэгрэнд на ту тему. И я думаю... Многи чувствовали... И я думаю... Многи осветили... Они не имеют знания за то, чтобы воспринимать все лекции в их пунном объеме. В связи с тем, вопрос о результате и том, как все могут усвоить материал, который предлагает, это большое вопрос. Но как было сказано, каждый сюда приехал со своими личными вопросами. И если тема затрагивала их, то конечно она была актуальна и процент понятного был больше. Это комментарий. То есть комментарий, да. А вопрос? Теперь переходя от абстрактного к более конкретному, и сейчас мы сталкиваемся с такой ситуацией, а не один учитель, ученик. То есть группы становятся больше, значит, группы становятся больше, и материалы можно воспринимать сложнее. То есть есть такая тенденция? И вопрос в следующем. Какой совет вы можете дать современному студенту, да би как-то лучше усваивать лекции, да би он могло более да усваивать лекции, семинары и понучени материалы. Спасибо. То есть то же самое можно сказать о, например, тех программах, которые вас есть в ВУЗе. Можно понимать каждый отдельный курс. Можно понимать систему курсов и всю программу, которые вам предлагают. Что за они дешит? И какой замысел? Что из-за того лежит и какой замысел? Сделало ли ее такой, как она есть? Почему такая программа? Почему такие программы? Почему такие курсы? Можно точно так же понимать ситуацию в вашей области знания? Какие там есть проблемы и перспективные проекты? Можно понимать ее как ситуацию практических разработок и сталкивающихся позиций, которые связаны с организацией и политикой, у тех или иных линиях движения и разворачивания этих разработок? У тим или другим линияма или векторима кретанья и откривания материала. Ну и общий вопрос точно так же остается. И заеднишко вопрос остается. Способ включения в эту практику верующего человека. Каков он? Каков он? Мы отдельно, каждое воскресенье, когда у храма молимся, а все остальное неделю идем в храм и молимся, а с целостного неделю живем дома, работаем, общаемся. И в этом как есть наша жизнь. И из-за того сейчас состои наш жизнь. Или стои некий другий начин, который меняет нас за счет нашей церковной жизни. И требует от нас другого способа включения задержания и взаимодействия с другими. Фактически все те же слои, по которым я предлагала движение по отношению к этому событию, может быть перенесено по отношению к любому. На любую практику. На любую другую практику. Хорошо, большое спасибо. Хвала. Присоединяюсь к благодарностям за... Придружаемся, придружаемся к захвалности вам. Было очень удивительным в одном объявлении о поездке увидеть все, что было... За то, что было яко за паневича видеть, и было интересно. Еще раз попрошу, помедленнее, чуть-чуть помедленнее. Объявление о поездке было очень актуальным лично... Да. Тај оглас о путовании, о овом путовании, било врло актуално. А актуално и могло је се видати досто тога, јел то? Вапрос отключается следије. Питане је у следићем. Разворачивају пред предући вапрос в обратну сторону. Ага, откривајући предходно питање у обратну страну. Питане је... Исто питање, али са стране педагога, односно предавача. Ту нема универсалног рецепта. У мене је опыт не только разработчик, но и чисто практично. Тоест је являюсь и организатором образовања. Я сам и организатор образовања, и организовували разное форме образователја ситуации. И то, што мене всегда не устраивало в системе масовного образовања, што када учитель приходит с классом, начинае работать с теми кто не може. он работает с отстающими. И то, что когда учитель доходит в разряд, он начинает работать с онима, которые не могут, с оним деком, которые застают. А с теми учениками, у которых есть потребности, которые готовы двигаться, с теми ученицами, которые имеют потребу и которые готовы, не остаются. Не остается башь большой простор за работу. Поэтому в той работе, которую мы организовали, мы это все переворачиваем. То есть основная работа строится с теми, кто хочет и кому это нужно двигаться. И у кого запрос на максимальное, на большее. При этом встает задача сделать так, чтобы у других кто... видит это движение и как-то хочет быть к нему причастным или у кого возникает это желание? Если у тех, кто не является вот этой передовой частью, а как бы отстает или сначала не включился или он не хотел, ему было неинтересно, но потом это желание возникает? А если у тех, кто-то не включил, не может быть включить, но в последних фазах эта желание с заключением наступает и появляется... Причем, вот эти источники мотивации, они бывают не всегда содержательными. И с этим, да твой взвод и мотивации нису век садржение, например. Начинает понимать, что это вообще это круто. И он хочет быть в группе успешных, прихватных. У него была возможность организовать включение тех, кто в группе готов туда двигаться, для них это включение. Вы говорите со стороны педагога сейчас? Да, да, я как педагога отвечаю. Да, и педагога пружат ту возможность, дедето, которое нашло мотив да се включи в ту напредную группу. И поэтому есть разные даже чисто организационные шаги, ну например в Москве. Есть несколько школ, которые по разным предметам членят вообще поток. Кто-то изучает предмет на базовом уровне, кто-то на углубленном, а кто-то участвует в творческих проектах. Да, некоторые предметы изучают на основном уровне, некоторые на среднем, некоторые на далеко дубленном и више уровне. Ученик с преподавателем уже как коллеги, например, в свежении, в изучении какой-то делах или в какой-то разработке. Ученик с преподавателем. Ученик с преподавателем. Ученик с преподавателем. виновным учителем и можно ли его, скажем так, ковы и крив учителем? И можем ли ли его по той ситуации сматрати успешным или не успешным? Это уже вопрос с стороны инспектора. Это уже вопрос с инспекцией. Я с инспекцией сталкиваються когда приходит время подводить итоги. Да, да, мы с удовольствием с инспекторатом, когда долази время да се оценят учителем. Ну, я могу отвечать как руководитель в образовании. Могу да отвечам как руководица в образовании. То есть, я нищета... Вообще, я не склонна никого ни в чем вини. Ну, вообще, не имам навику и склонность да некого обтужуем. То есть, дело не виние... Ниже, ствари, у кривицы. Дело в том, что должны возникать ситуации когда преподаватели которые работают с этой группой детьми могли обсудить некоторый общий замысел и могли да разговаривают о неком заедничком, схватывании заедничкой идеи. В какой области можно попытаться осуществить этот сдвиг? В какой области можно попытаться покушать направить некий продор? Это не чисто классно-урочная форма работы. Это может быть, например, какая-нибудь образовательная экспедиция. Это может быть некая образовательная экспедиция. Потому что, вот, исходя из моего опыта, такова типа класса как-то идут с пахот. И это требует некакой коллективной организации где-то потребна некая коллективная совета они включаются в это иначе. Они включаются в это мало другая. Это пахота богатить некоторыми содержательными образовательными задачами. И как у эту экспедицию обогатим неким образовательным задатцем и садрженым задатцем в том облику работы может деться пробой. То есть для ученика должна откриться в этом движении и в открытии. Треба да се отвори една врста радости у том кретанью према открытии. Треба найти некие облики рада. То не обвязано час и разред. Разред в смысле простора. Для этого должна быть создана в школе такая атмосфера и среда когда преподаватели будут иметь возможность дистать такие формы. Буду имали могущество да проналазе такве облики. Не создание такого среду когда у преподавателя есть возможность этого койска. Ако руководица не створа таку среду где предавач има могущество донаджа те форме нечез ни чем успеть. Поэтому создание успешной образовательной организации не обязательно школы. Центр дополнительного образования или вот такие академии как ежегодные годишние академии они должны складывать атмосферу разработки в которой не только оказывались студенты но и преподаватели тоже. У преподавателей должна быть возможность строить совместную работу. предавач мора да има могущество да ствара заеднички рады да изграђу заеднички рады преподаватели у всех людей которые не обвезно предавач већ код свих людей који са уключени у тай живот. Поскольку мы приехали из Москвы то знамо да немамо на что да рачунам. Надо найти другу школу. Треба найти другу школу. А не есть. Да. Спасибо. Спасибо. Хвала. Ну я вижу што какая-та реакција есть и не бесплотно. Видим да постоји нека реакција и да нису бесплотно ови напори. Я хочу исто от свого имена да захворим эпиграф к докладу. Хоћу да у знак захвалности похворим эпиграф овој лекцији који може бити на то чтобы стать привизом всей академии. који може бити прикладен да постане једним мотом целе академии или девизом целе академии. тоја великі речи блаженок Августина. Верую чтобы понимать. Веруем да би разумео. Спасибо. Хвала. Аплодисмент 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 Аплодисмент